Культпоход 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 Иван Сын богатырский Звучит немножко как-то Ну не очень тяжительно Но как-то так с какой-то такой Ну не иронией А богатырский сын Звучит как бы так Увереннее Увереннее История про то, как Ваня Собственно становится Сам богатырём Богатырским сыном И сам становится богатырём А, то есть он по стопам отца идёт Вот Ну, ну да Иван богатырский сын Ну, не всегда, но да Не всегда, но да Мы не будем раскрывать подробности Сюжет Ну, не знаю Ну а зачем, собственно говоря Раскрывать подробности Это значительно лучше посмотреть Сегодня уже могут Причи сегодня же первый показ Да? Первый показ был вчера Вчера И все эти премьерные спектакли У нас продолжатся Вплоть до воскресенья До 29 сентября А дальше? А дальше нужно смотреть афишу В театре на Спасской Он будет и дальше Естественно двигаться Расти Обрастать какими-то Может быть даже подробностями Кстати А вот скажи, пожалуйста, Даша Вообще допустимы Во время, например, работы в спектакле Какие-то уже изменения по ходу пьесы? Вообще, на самом деле Я удивилась Насколько трепетно Режиссер Наташа Красильникова Отнеслась к тексту Потому что давно Такого не было Уважения к авторам современным Ну, в принципе Я сама учусь на режиссера Поэтому я понимаю Что с текстом Можно делать многое Разные интерпретации Вырезать, обрезать Вставлять стихи Что только с ним делать Но тут как бы На удивление Как бы очень бережно Сохранен текст И он действительно Как бы звучит И вот это, мне кажется Очень-очень здорово Конечно Ну, видимо Как бы не понадобилось Режиссеру Ну, никак Его сокращать По-моему Получился просто Замечательный очень спектакль И дети сидели в зале Я вчера сидела в зале Дети сидели в зале И они сидели И смотрели И комментировали И верили И По-моему Как бы было Сопереживали Да, они такие Это ведь не животные Это ведь люди Которые изображают животных Да, действительно И мальчики там Что-то защищают Ну, может, конечно Мне так уже кажется Потому что я тоже Сидела и смотрела Для меня это было волшебно Потом, конечно Началось обсуждение Ой-ой, там Какой-то технический момент Примеры Все волнуются Монтировщик там Яйцо катится Боже-боже Вдруг оно, все волнуются же дико Мы же как бы стараемся Ну, этого всего Я вообще не заметила Потому что я тоже сидела Как такой большой ребенок В зале Смотрела Как дети смотрят И Тоже во все это поверила И, по-моему Вот это самое Самое классное А вы первый раз видели Вот так вот полностью Весь спектакль Или вы были на прогонах На генеральной репетиции Нет, я вот только приехала Меня театр пригласил И Вот только То есть для Дарьи Это тоже премьера Ну, не по этой сказке Нет, но В нашем театре В нашей театре В нашем театре Ваня возвращается домой И рассказывается там Подробная история Про то, как Что такое Марья Что за персонаж такой Марья Что за персонаж такой Василина Почему Марья там Такая, а Василина А Василина другая Почему она выбирает Василину Иван Ну, это как бы важно очень Вот И, в общем Это самый лучший Самый лучший спектакль По этой пьесе Который был Ну, вот. А в который раз ставят спектакль по вашей пьесе? Ну, по-моему, в третий. А в каких городах до этого? В Щелкунчике в Екатеринбурге. Вот актриса играла у меня. Я сама ставила эскиз в театре. Александра Понтыкина мне дали такую возможность. Я еще не была режиссером. Но мы попробовали с артистами. Там была Ирина Белицкая. Она сама режиссер театра «Кукол», маленький театр «Пиноккио» есть в Екатеринбурге. Замечательная совершенно актриса. У нее, кстати, скоро тоже премьеры будут в театре тут. Вот. И ей так понравилась пьеса, потому что она мать. Она так играла эту мать. Я даже вот, мне очень понравилось это. Я даже вот в текст вставила. Это еда, чтобы есть. Это вода, чтобы пить. Вот мне так понравилось, как она это сформулировала. Я ставила это прямо в тексте. Вот ей очень пьеса понравилась. Наталья Красильникова тоже мама двоих детей. Это очень чувствуется. Я вот, я очень люблю детей, но, как бы, своих у меня нет. Но я стараюсь, как бы, общаться, ходить, смотреть, как они видят, как они смотрят, чем они интересуются. Сегодня, например, смотрела, что какие-то, как они, блин, какие-то скреп... 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 скрепыши... скрепыши или скрепыши, что-то там в магнитке такое. Да, это уже видела. Надо уже пойти и узнать. Вот. Чем, что там, как. Если я порою сумки, я даже найду, тебе подарю. У меня тоже где-то дома лежит, выданная из магнита, да. Тоже можно принести. Ну, просто это на самом деле важно, как бы, вот, для детского восприятия. То есть, вот, мы будем говорить, лекция будет о герое современном, да. И вот очень большой вопрос, как бы, у драматургов детских. Как бы, какого выбрать героя? То есть, допустим, есть такое понятие, как тюзятина, да. Боже мой, что это такое? Не ругайтесь. Ну, как бы, как бы, театр, театр, это... Я понимаю, от чего это произошло. Белочки, зайчики, это вот, как бы, герои нашего времени. Нет, можно, наверное, как бы... Театр, театр юного зрителя, тюзятина, это вот оттуда, да, идет, я так понимаю. Я первый раз слышу. Ну, как бы, есть, нет, есть такое понятие. Здесь все очень упрощенное. Ну, как бы, какие-то герои, может быть, не... Плоские. Ну, как бы, просто современных детей, ну, как бы, мы воспитывались, там, на Кателе Апольде. Я любила, например, Сэлл Армун, очень мультик. И сейчас какие-то герои совершенно другие. Надо искать какой-то компромисс. То есть, понятно, что не делать сказку про Халка, но в то же время как-то искать какое-то звучание. Поэтому очень важен какой-то современный текст, современное ощущение времени. Понятно, что не надо там скатываться до чё-чё, ну, как бы, в тексте. То есть, все равно какая-то... прививать какую-то культуру. Но в то же время нельзя, как бы, игнорировать, что у детей какое-то меняется мировоззрение, ощущение времени меняется. А вот я сейчас как раз уточню. В вашем тексте, ну вот смотрите, есть старые какие-то наши, там ещё советские, условно говоря, сказки, да, с таким повествовательным, спокойным ритмом, да, которые можно смотреть. Есть такие уже осовремененные фильмы, которые снимались в конце 80-х. Вот я забыла этот прекрасный совершенно сказка. Там на неведомых дорожках, по-моему, этот фильм называется. Он такой замечательный. Там уже герои на велосипеде ездят, значит, и какие-то у них там технический прогресс и прочее. Сейчас мы смотрим те мультики, которые вот 10 лет назад, там, 7 лет назад были популярны. Алёша Попович, вот то, что с конём-то вот это, с шутками какими-то, с современным детям, с современным взрослым понятны. В вашей пьесе тоже такие вот есть какие-то, ну, не знаю, там, мостики притяжения, да, для современных детей или нет? Или у вас всё-таки такой ближе к классической русской сказке текст? Ну, ближе к классической русской сказке текст. Но вот, по-моему, режиссёры очень замечательно как-то с художником нашли. Там, допустим, есть такой момент. Вот я сама даже удивилась. Как говорится, автор не знал, что он написал. Режиссёр наделил это каким-то смыслом. То есть сказка-то вроде русская, и персонажи вроде русские. Куда уж были русские? Иван. Ну да, но они как бы осовремененные, то есть за счёт языка, за счёт, может быть, ну, допустим, там, раскрою секрет, так сказать, что Иван там меняет невесту, например. Вы когда-нибудь такое в русской сказке? Ну, то есть есть невеста, всё, невеста есть и отлично. Она ждёт, конечно. Она же его ждёт, конечно. Но вот это, допустим, мне кажется, тоже какая-то вот там проблема поиска любви, да, современного, может быть, подростка. А там была невеста-то первая, которая... Мария. А потом у него появилась другая невеста. Он её сам выбрал или родители сосватали? А может, и родители сосватали. А может, и сам выбрал. А об этом не говорится, да? Вот там как бы персонажи же... Слушайте, ну, это такая серьёзная вообще вещь, да? Смена одной подружки одного друга на другого друга, да? И ощущение такой человеческих отношений, изменившись. И несмотря на то, что возрастное ограничение спектакля 6+, но, мне кажется, там и взрослые тоже могут для себя много что подчеркнуть. И подростки, и подростки. Меня, например, вчера одна мама поймала после спектакля и задавала каверзные вопросы, потому что она вникала и очень живо интересовалась, например, родственными связями. Ивана. Не Ивана, одного из героев. Вот. Заметила некое несоответствие, просила уточнить. Я вот уже у Даши спросила. У нас, кстати, будет обсуждение спектакля в субботу после дневного спектакля. Я обязательно этот вопрос задам, потому что возникают такие мысли у людей. Вот сейчас об обсуждении спектакля и о том, что вокруг него ещё будет происходить, мы поговорим после небольшого перерыва. Культпоход. Возвращаемся к нашей теме. Сегодняшний спектакль «Иван Богатырский сын» в театре «Наспаска» и Юлия Беляк в нашей студии, специалист по связям с общественностью нашего театра замечательного. И Дарья Уткина – драматург и автор пьесы, по которой поставлен спектакль. Юлия нам начала рассказывать о том, что в субботу, в эту субботу, то есть, получается, уже завтра, после дневного показа, это, я так понимаю, после спектакля, который в 14 часов будет. Да, совершенно верно. То есть, это где-то в районе, наверное, часов трёх, половины четвёртого будет обсуждение этого спектакля. Туда могут подойти только те зрители, которые будут на завтрашнем спектакле, или те, кто, например, сегодня и вчера посмотрел спектакль, тоже могут прийти на обсуждение? Нет, там будут как раз-таки те, кто посмотрит спектакль завтра. Да, и вот там мы, собственно говоря, поговорим о спектакле. Очень хочется уже услышать наших маленьких зрителей, что они думают по этому поводу. То есть, дети приходят вместе с родителями? Это идеальная картина, о которой мы всегда мечтаем и очень надеемся на то, что этот спектакль, как вот вы и сказали, что это может быть интересно не только маленьким, но и взрослым, как раз-таки будет притягивать именно семейный просмотр. И Дарья будет на завтрашнем обсуждении. Дарья будет. А вы остаётесь надолго у нас? На четыре дня. У нас ещё будет лаборатория, то есть, я попробую. Правда, времени очень мало. На самом деле, конечно, за это время, наверное, мы не сможем прям полноценной пьесы написать, но мы постараемся. Мне было бы интересно поговорить с подростками города Киров. Я уже ездила в Лисосибирск. Ну так вообще. На самом деле, у меня появилась такая идея поговорить с подростками о том, чтобы они хотели принести их будущему поколению. То есть, вот есть я, ну мне 30 лет, да, вы там, вы постарше. Вот есть подростки, которым там 17 лет. И вот есть как бы там молодые люди, которым 10 лет. Вот что, как вот они, как они дальше будут дорогу-то, вот что они хотят, какие они видят проблемы там своего воспитания, что им там не хватает, что там, как там. И вот, как бы, поговорить с ними. То есть, будет в процессе писать пьесу. Будет еще лаборатория и будет еще выставка, Юлия, вы сказали нам перед эфиром. А выставка уже началась, да. У нас же совпала и премьера спектакля «Иван Богатырский сын» и открытие 84-го театрального сезона в Театре на Спасской. Поэтому к спектаклю непосредственно мы подготовили сразу две выставки. На одной выставке можно познакомиться с энциклопедией «Нечистые силы». Но она достаточно краткая, но это, в общем, интересно. И я думаю, что детям это будет очень интересно. Там представлены эскизы к спектаклю, созданные художником этого спектакля. И, соответственно, описание героев, которые там присутствуют. И вторая выставка, она подготовлена нашими друзьями. Мы уже с ними сотрудничаем второй раз. Это «Мастерская лоскутной радости». Это квилт-мастерская. И они, если в первый раз сделали по впечатлениям от спектакля театра на Спасской первую выставку, то сейчас они сделали именно по русской сказке, как они ее видят, как они представляют. Там очень интересные ассоциации. И я вчера просто наблюдала, как дети это рассматривают. Слушайте, вот сам вот этот процесс – это второе шоу. То есть ты не только видишь спектакли из зала, который идет на сцене, ты видишь, что происходит с этими детьми, когда они рассматривают эти выставки. Это просто совершенно необыкновенно. Они трогают, обсуждают. А можно трогать-то? Обычно нельзя. Ну, мы стараемся, чтобы они не трогали, но иногда закрываем глаза. Не, они очень бережно, на самом деле, относятся к тому, что там представлено. Это удивительно. Выставка продолжится, я так думаю, ориентировочный месяц, поэтому зрители наших спектаклей в течение ближайшего времени смогут посмотреть обе выставки. Ну, я думаю, мы, Соня, с тобой дадим отдохнуть немножечко нашим гостям, попить воды. Мы вернемся еще к разговору. Пока озвучим список призов для наших слушателей. Конечно же, конечно же, это пригласительные на спектакль «Иван, богатырский сын». И у нас есть два комплекта благодаря нашим гостям. То есть мы осчастливим сразу четверых человек. Два билета, два пригласительных, каждый на два лица. Да, пригласительные в филармонию. На 1 октября концерт Вятского оркестра народных инструментов. Все еще продолжается фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку». Начало в 18 часов, ограничение 12+. Билеты на любой фильм и сеанс в кинотеатр «Дружба». Традиционный подарок. От наших партнеров, да, сети кинотеатров «Содружества кинотеатров смены и дружба». Набор открыток с видами старой Вятки в рисунках замечательной художницы Татьяны Дедовой. Это подарок от салона Союза художников Новоадарского 99А. Тоже спасибо им большое. Прекрасный совершенно набор. Очень, очень красивый. Даже вот Юлия, я вижу, хлопает в ладоши. Книги от наших партнеров магазина «Читай город». Да. Андрей Аствацатуров «Не кормите и не трогайте пеликанов». Новый роман известного филолога, писателя, тоже о филологе-невротике, не очень удачливом в жизни, оказывающемся в Лондоне. Ограничение 18+. «Алкофан» – большая толстая книга, алкогольные напитки и культура питья, а также методы борьбы с похмельем, перегаром и быстрым опьянением. Книга знакомит с различными спиртными напитками, с историей их появления, с правилами подачи и подбора блюд, с алкогольными традициями и этикетом разных стран. Ограничение, что понятно, 18+. Я думаю, Николай Голиков нам не простит, если мы сегодня эту книгу разыграем, но мы, тем не менее, ваши слушатели, пожелания учтем. Да, если вы выберете эту книгу, конечно, вам ее отдадим, хотя Николай очень расстроится. И теперь трепещет мое сердце Филипп Улман. Голоса Дэймонов и истории об искусстве сочинять истории. Это автор трилогии «Темное начало», очень известный всем подросткам, известна я. В книге собрано более 30 эссе, написанных за последние 20 лет. Главная тема – это литература, творчество и служение слову. Ограничение 16+. Эти и другие книги, напоминаю, вы можете купить в магазинах «Читай город» по адресам Преображенской улицы 65, торговый центр «Театро» и Ленина 103А, торговый центр «Крым». Ну и еще мы разыгрываем пригласительные в галерею «Прогресса», тоже наши добрые друзья, на завтрашний показ фестиваль короткометражек «Грани будущего 2». Это завтра в 18 часов, ограничение 12+. Можно на сайте галереи «Прогресса» найти описание, можно посмотреть ролики, все это выложено. Да, ну вот так вот кратенечко скажу, человекоподобные роботы, путешествия во времени, приложения на телефоне, которые помогут прочитать мысли собеседника «Алиса», «Мелофон», все это фестиваль «Город будущего». Завтра в 18 часов, ограничение 12+, пригласительные на два лица. Ну а теперь вопросы от наших гостей, наверное, сначала. Ну давай, Даша, с тебя начнем. У нас Даша в основном готовила вопросы, один из них у нас не совпал. Ну вот, ну я думаю, что сейчас Даша, собственно говоря, их и озвучит. Ну вопрос, это чтобы выиграть билет на спектакль «Иван богатырский сын». Шесть плюс. Шесть плюс, шесть плюс, да. Какое отчество у Ивана богатырского сына? То есть именно у вашего Ивана? Ну, да, по пьесе. В вашей пьесе. Да. Отчество Ивана богатырского сына в пьесе автора Дарьи Уткиной 211-101. Пожалуйста. Я думаю, что угадать, наверное, не смогут. Не знаю, есть ли те, кто знает, знатоки просто. У нас есть варианты ответа, да. Нет, подождите, давайте мы не будем вызывать. Ну, давайте попробуем. Ну, сейчас вот подождем две минутки, там уже, кажется, кто-то звонит. Так, сейчас я думаю, что нам начнут подключать наших слушателей, которые либо знают, либо успели посмотреть оперативно, так реактивно. Посмотрели? Есть звонок? Есть звонок. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Николай. Да, Николай, попробуйте угадать, или вы знаете точный ответ? Я думаю, Иванович. Иван Иванович, богатырский сын. Да. Вот, знаете, я, наверное, все-таки вам дам подсказку. Есть... Это неверный ответ. Да. Это неверный ответ. Второй покуток даем. Есть определенные богатыри, которых знают все. Вот Иван, который как раз-таки герой нашей сказки, является сыном одного из самых известных русских богатырей. Ильич, значит. Еще раз? Ильич. Ильич. У нас был такой вариант ответа, но он неверный. Увы, увы, пожалуй. Следующий слушатель может звонить. И вот сейчас-то все просто, потому что мы даем две попытки. Очень сильная подсказка. Две попытки. Подсказка просто вот такая, что невозможно не угадать. И осталось, насколько я понимаю, из трех наиболее известных мне богатырей осталось двое. Русских я имею в виду, русских богатырей. Мне еще трое известных. А, значит, я про кого-то, значит, не помню. Ладно. Ну, сейчас посмотрим. Есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Ну что, Александр, угадываем? Угадываем. Алексеевич. А это тоже неверный ответ. Вторую попытку даем? Даем вторую попытку, даем. Тогда Добрынич. О, верный ответ. Верный ответ, говорит Дарья Уткина. Иван Добрынич. Александр, какой приз... Да-да-да. Да-да. Какой приз вы выбираете, я не буду спрашивать, потому что это у нас спецвопрос от гостей. И мы дарим вам билеты пригласительные на спектакль «Иван богатырский сын». По дате я вас сориентирую чуть позже. Оставьте, пожалуйста, фамилию и номер телефона нашему продюсеру. Мы... У нас еще две минуты есть до перерыва. Есть две минуты до перерыва. Будем задавать вопрос? Даша. Второй вопрос. Давайте. Что все ищут, но у всех это есть? Что все ищут, но у всех это есть? Это такая загадка прямо в стиле русских сказок. Что все ищут, но... Но это есть. У всех все... Ой, это есть. У каждого это есть, но все равно все это ищут. Это мы уже, кстати, цитируем фразу, которая звучала непосредственно в спектакле. Поэтому мы так синхронно это произнесли. То есть, в принципе, если вы читали текст пьесы, а текст пьесы, Дарья, где-то выложен? Ну, есть, да, в библиотеке уральской драматургии. Можно найти при желании. Да, при желании очень легко можно найти. То есть, в принципе, если вы читали или очень быстро читаете, очень быстро, пока идет вот наша подготовка, пока мы не даем еще подсказки, давайте мы проверим наших слушателей на фантазию. Философское рассуждение. Да, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Михаил. Да, Михаил. Я председатель, что это счастье. Это очень близко на самом деле. Но это не оно. Вот то, что ищут, счастье дарит по умолчанию. Любовь. Правильно. Ага, вот так вот, с первой попытки. С первой попытки. Михаил, мы вам аплодируем, вы молодец, поздравляем. Михаил, да, вам достается второй пригласительный на два лица в театр «Наспаска» и на спектакле «Ван Богатырский сын». Пожалуйста, оставьте нашему продюсеру фамилию, номер своего телефона. После эфира я с вами свяжусь, расскажу, как вы билет ваш можете собрать. Ну, а мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу. Полторы минуты. Мы вернемся с нашими гостями. И еще у нас впереди много призов. И мы возвращаемся к разговорам о сказках и о театре. У нас в гостях Юлия Беляк, специалист по связям с общественностью театра «Наспаска» и Дарья Уткина, драматург, автор пьесы «Иван сын Богатырский». К нам из Екатеринбурга. Киров, приятно. Я хотела уточнить у Дарьи, вообще, вот выбор отчества. Мы задавали предыдущему нашему слушателю вопрос, да, как отчество Ивана, вашего героя, героя вашей сказки, Ивана Добрынич, да? А почему именно такое? Вот вы знаете, я это как-то выбрала, наверное, иррационально. Но вот теперь я понимаю, что где-то внутри, видимо, есть какая-то вот эта вот история. То есть я, на самом деле, училась, в двух институтах нам рассказывали истории про Кащеев. То есть это же там целая мифология, она не просто так баба и гамма, вы тоже обсуждали уже с Юлей, что она там по мифологии переводит путников, то есть она наполовину живая, наполовину мёртвая, костяная нога там их омывает и переводит как бы на другую сторону. То есть там... Это как хорон в лодке, да? Как хорон в лодке, да, что же такое? И про Кащея тоже, тоже это какая-то там смерть, которая даёт рождение новой жизни. То есть там тоже очень всё это интересно. И тоже вот мы вспомнили, что получается у Поповича, Алёша Попович, он получается сирота, то есть у него отца-то не было, раз он Попович. То есть вот сейчас можно прийти домой, я, наверное, приду и после премьеры пораскапываю, что же... Почему же всё-таки Добрынич? Почему же именно Добрынич, да? А у меня всегда было ощущение такое... Что Илья Муромец никогда не женится, что Добрыня Никитич, он такой прям вот... Основательный. Он уже основательный, и у него наверняка есть семья. Алёша Попович ещё молодой и ветреный товарищ совершенно. То есть Алексеевич-то точно не может быть. У него там какие ещё дети? Разве что маленькие совсем. Понятно. Ну, в общем, это такое было, видимо, попадание случайное, но с первого раза в образ, да? Ну вот это скорее какое-то иррационально, то есть где-то в подкорке вот это вот есть эти традиции, но как бы словами я... Я всё-таки у Дарьи спрошу. А вот я понимаю, что я начинаю там копать, наверное, да, вот немножечко в сюжет, но тем не менее. А там влияние папы-то, оно как-то чувствуется, ощущается? И вообще влияние родителей? Или мальчик-то как-то сам по себе? Ну, тут, наверное, вот у режиссёра, ну, как бы, видите, это же такая проблема на самом деле. То есть автор... Следующая пьеса, которую мы написали в соавторстве с Ириной Васьковской, называется «Как спасти папу, похищенного ужасным драконом». То есть это проблема, проблем вообще, ну, какого ребёнка не возьмёшь, отцов нет, никого нет, мамочки воспитывают, и мамочки одни как бы воспитывают, ну, как сказать, есть проблемы воспитания. Понятно, что мать святая женщина, но шестилетних за руки вести, ну, и получается, либо какая-то комнатная собачка из мужика, либо бабу он выбрать, женщину, простите, выбрать не может, потому что ни одна не подходит. Спутницу жизни, скажем, политкорректно. Ну, это русская сказка ещё влияет. Да, да, да. Как бы есть такая проблема, да, и вот, наверное, про это вот в том числе, ну, вот в спектакле там чувствуется... Что папа такой... Да, он хоть и в походе, но он всё время там, Иван говорит, там, «Папа, почему ты опять в походе?» Ну, вспоминает, видимо, как как вёл бы себя отец. Мама, мама, да, мама всё время как бы с ним находится в определённой связи. А вот «Читка» же ещё будет? «Читка» — это будет другая пьеса. То есть не про папу и дракона? Там, нет, это будет не про папу и дракона, там будут детские страшилки. Мы так с Ириной тоже сели, подумали, о чём мы боимся, немножко это как бы переложили. То есть там... А детские страшилки — это те, что у Успенского были в своё время? Ну, вот в чёрном-чёрном городе, да-да-да, это вот как бы та традиция. Это вот эта история, да? Ну, в принципе, да, только страшилки современные. Про телефоны, про там завтрак, вкусный мясной завтрак. Вот. Ну, мы вчера репетировали, я вообще оторваться не могла. Это как бы... Это так смешно и так страшно одновременно. То есть там такой какой-то детский театр. Артисты мне... Это детская скорость. Артистка, которая принимает участие в этой «Читке», вчера захлёбываясь буквально звонила, говорит, «Приди, ты не пожалеешь, приди, это будет безумно смешно». Классно. Так, и когда приходить? Это будет в субботу вечером в 18 часов. В большом зале или на экспериментальной сцене? Найдём место. А, то есть просто про объём людей, сколько нужно приглашать. Мы вообще хотели бы, чтобы люди записывались у нас в группе ВКонтакте. Там есть соответствующий пост, в комментариях можно записаться. Чудесно. Надо запомнить. И ещё уточнить. То есть это «Читка», есть ещё лаборатория для подростков, и есть ещё лекция. И ещё выставка, и ещё спектакль. В общем, полный набор. Комплекс. Да, у нас в этот раз получилась очень обширная программа. Отчасти, конечно, благодаря приезду Даши. Она очень оживила у нас вот эти вот премьерные дни. И вы знаете, очень хочется, чтобы и в дальнейшем это продолжалось. И всё равно всё это я вот хочу повторить, нацелено на то, чтобы дети приходили вместе с родителями. И я сейчас не случайно сделала этот акцент на то, чтобы дети приходили с родителями. Чтобы дети брали за руку папу и маму и ввели их в театр. Совершенно верно. И ввели их в театр. Потому что это, во-первых, это очень объединяет. А во-вторых, они становятся намного ближе друг к другу, когда вместе смотрят, переживают какие-то, прочувствуют эмоции. Тем более, что там, судя по тому, что Дарья нам рассказывала, влияние семьи на героя, да, есть о чём задуматься. Очень. Есть у нас ещё 7 минут до конца программы. И я предлагаю ещё всё-таки дать возможность нашим слушателям поиграть. Суфья, вопрос? У меня очень простой вопрос. Так. Итак, Алексей Толстой написал сказку про деревянного мальчика. Но эта сказка не совсем оригинальная. И этого деревянного мальчика он не придумывал. Его придумал другой человек. И назвал его другим именем. Как звали этого человека, который придумал деревянного мальчика? Вот так. 211-101. Вопрос действительно очень простой. И есть возможность выиграть приз. Добрый день. День добрый. Да, как вас зовут? Это Роман. Да, Роман. Что-то даже как-то неудобно вам такой простой вопрос задавать, Роман. Ну, я очень приз хочу получить, которая книга. Так, ну хорошо. Так, я поняла. Голиков остался без подарка. Потому что я тоже много лет борюсь с этим злом. Так, давайте я попытаюсь это Пиноккио. Нет, подождите, это герой Пиноккио. А вопрос был у Сони другой. Вопрос был, как звали человека, который придумал Пиноккио. Именно так. А, это придумал итальянец Карла Колодя. О, отлично. Именно так. Вот и все, книга и ушла. А какая книга-то, Роман? Ну, где боремся с зеленым змеем. Да, самая. А, ну то есть, слушайте, она тоже ведь у нас сказочная, да? Тоже со змеями борется. Так, понятно. Роман, книга за вами. Да, Голиков, конечно, вернется из Сочи с форума журналистов и будет очень сокрушаться, что больше он эту книгу в руках не подержит. Но, тем не менее, книга ваша, приходите в нашу редакцию, знаете, где она находится. И еще я, наверное, задам вопрос. Я, правда, не знаю, успеет ли кто-то из слушателей дать развернутый и красивый ответ, который нам понравится, но я бы хотела, чтобы вы порассуждали на тему, а почему все-таки героев русских сказок чаще всего зовут Иваном? Нет? Не так? А ведь вы правы. Действительно, это так. И это, в общем-то, наверное, самое популярное русское имя. Да. А мне вот интересно, с чем он ассоциируется в первую очередь. То есть с Иваном Дураком? Ну, в смысле, реально с Дураком, который ничего не понимает. Или... Царевич. Иван Царевич еще есть. Да. Вот теперь есть Иван Богаторский сын. Но Иван Дурак, он тоже был не совсем дурак. То есть он просто мыслил особенным образом. Ну, вот как бы, какой он русский Иван сейчас? Сейчас современный русский Иван. Сейчас послушаем. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Да, Татьяна, пожалуйста. Мне кажется, Иван было самое распространенное имя. И... Ну, не знаю, как вам порассуждать. У меня дедушка был Иван. И если мама у меня, значит, соответственно, Ивановна, участник войны. И многие Иваны участвовали в свое время в разных русских битвах. И это имя было, наверное, в легендах, потому что они проявляли мужество при защите своего отечества. Ну... То есть вы считаете, это потому что самое распространенное было имя, в том числе и в древние, так скажем, времена, в старые времена. И поэтому люди, которые себя хорошо на поле брани показали, там, их истории, они отражение какое-то нашли в народном фольклоре. Все правильно? Ну, мне кажется, да. Они мужеством заявали... Право свое существовать в русских сказках. Да. Да. Спасибо, Татьяна. Вы, пожалуйста, сейчас оставьте нашему продюсеру свой номер телефончика. А если у нас еще позволит нам звукорежиссер, есть у нас две минутки, да? Две минутки. Можем принять еще одно мнение, почему героев русских сказок чаще всего зовут Иваном. Вот буквально очень быстро, если вы успеете позвонить... А не хотелось бы узнать, Аня, у вас есть ответ на этот вопрос? Нет, но я могу порассуждать. Мы предоставим эту возможность слушателю, да? 211-101. Нет звонка? Нет звонка. Ну, ладно. Нет версий. В таком случае, в таком случае, да? Да, Юлия. Вы знаете, я хотела бы просто чуть-чуть воспользоваться возможностью здесь поговорить и сказать вот еще о чем. У нас так получилось, что у нас есть еще одна премьера, которая у нас случится 3 октября. А на сцене нашего театра будет «Вино из-за дуванчиков». То есть это тот самый парей Брэдбери, который поставила хореограф нашего театра, который выступил в качестве режиссера этого спектакля Ирины Брежнева. К сожалению, билетов в эти премьерные спектакли уже нет. Их давно разобрали, да? Да, их очень быстро разобрали. Но в ноябре будет возможность, так что, пожалуйста, приходите. Я думаю, что мы еще здесь, да, с Ириной встретимся. Хорошо. Я думаю, что да, мы обязательно, конечно, про вино из-за дуванчиков еще расскажем. У нас слушатель на линии, и у него есть одна минута. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Ну, давайте вашу версию. Ну, я думаю, что во всем мире нас именно так воспринимает русский Иван. То есть это распространено, это устойчивое выражение. И я думаю, к тому же это имя можно по-разному произносить. Иван, это уже с честью как-то. Ванька, значит, дурачок, простофиля. Ваня, ласково. Под это имя можно любой образ подбирать. Так, поэтому вы думаете, что в русских народных сказках это самое распространенное имя? Да, ну, я думаю, что это очень древнее имя. Это очень древнее имя. На самом деле, это имя, оно распространено ведь не только на Руси было, да? То есть если мы смотрим транскрипции западных языков, да, мы видим Джон, Иоанн, Джон, Хуанн. В Грузии. Хуанн, совершенно верно, там, да, ну, всё. Иванн. Да, да, очень много всего есть. Спасибо большое. Не кладите трубочку, пожалуйста, нашему продюсеру, дайте свои координаты. Я наших гостей спрашиваю, какая версия вам больше по душе? Ну, мне кажется, вот девушка очень точно сказала, ну, не сформулировала, но вот по ощущениям, да, что есть какое-то такое от Руси, от России ощущение какого-то, не знаю, мне кажется, вот можно выйти на улицу, подойти к любому человеку и так посмотреть в глаза, и он так тебе в глаза посмотрит, типа, чё, ничего. И как-то так вроде и грустно, а вроде как-то так радостно, но есть какое-то вот такое единение вне глаз, и пошли по своим делам. Ну, как, допустим, за границей, это, конечно, там, окей, окей, засужу. Ну, как бы не лезь, моя территория, вот эта вот коронная улыбка. Поэтому я, да, вот тоже скорее за вот, за какое-то вот такое вот ощущение Ивана, Ванечки, что-то такое родное, тёплое и умное. Нашего русского. Благодарим Юлию Беляк, специалиста по связям с общественностью театра на Спасской, Дарью Уткин, драматург, автор пьесы Иван Сын Богатырский, по которой поставлен спектакль, премьера которого со вчерашнего дня в Театре на Спасской каждый день. Пожалуйста, приглашаем всех. Программа «Культпоход» на этом завершается. Благодарим наших гостей. Спасибо большое. Вам огромное спасибо за то, что нас приглашаете. Спасибо. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Культпоход.